В 2019 году доходы КАЭС Здесь уже на финишной прямой ремонт главного соярца Прибыла новая дону Сейчас площадь Экопарка составляет 60 лет Утешительный индекс вынесли от городской пропоратуры Сты будут считать практически бесконечный парад иллюминаров Это истинный футбольный поединок между Красноярсками На полский зоопарк привезли Амурскую тегрессию У неё необычные сутки Николай Петер будет фиксировать загрязнение воздуха с помощью квадрокоптера Состав на этот сезон представили на сцене Новости с Надеждой Винокуровой Здравствуйте, вы смотрите Енисей Новости в студии Надежды Винокуровой В начале выпуска коротко о главных темах Они готовили теракты Задержан подросток из Минусинского района, который хотел устроить взрывы в своей школе И горят они непрерывно, дышать здесь практически невозможно Перекрыть кислород В Каннске наконец-то начинают строить саркофаг над тлеющим полигоном биохимзавода Здравствуйте Нам нужно валенки Из Африки, из Ближнего Востока Сразу семь десятков иностранцев будут в Красноярске изучать медицину Как таковой жаркой погоды уже не будет наблюдаться Снова куртки и зонты Синоптики обещают резкое и долгое похолодание Будет ли у нас бабье лето? В одной из школ края могли произойти взрывы Их готовил подросток, он задержан Одновременно сотрудники ФСБ обезвредили в других регионах еще несколько человек Которые также планировали массовые убийства Подробности прямо сейчас Вот так прошли задержания сразу в нескольких регионах страны Сотрудники ФСБ ворвались в квартиры 13 человек Которые готовили атаки на учебные заведения, здания силовых структур и места скопления людей Они планировали использовать взрывные устройства, зажигательные смеси и холодное оружие Совместно с порохом хранится жидкость для розжига Керосин Беда могла произойти и в нашем крае Один из задержанных, 15-летний подросток из Минусинского района По данным следствия, он хотел устроить взрыв в школе и уже успел изготовить 4 бомбы Теоретически, грубо говоря, должен вещество детонировать Так как это металл, он же будет поражающим элементом Свои преступные действия подросток не дает до конца по независимым от него обстоятельствам В связи с задержанием его сотрудниками регионального управления ФСБ В ходе опроса подросток полностью признал свою вину и рассказывался в содеянном В ближайшее время следствие будет суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения и в виде заключения под стражу В квартирах задержанных нашли готовые к применению взрывные устройства с поражающими элементами Компонентом для их сборки и изготовления зажигательных смесей Кроме того, изъяли охотничье, травматическое и холодное оружие Что это за гильзы? Откуда они у вас? Подозреваемые убеждали совершить такие преступления и других людей 11 из задержанных были участниками закрытой группы в одной из соцсетей Их планы подтверждают изъятые телефоны и дневники В них обнаружены инструкции по изготовлению взрывных устройств В тетрадях схемы нападения Екатерина Любим, Енисей, Новости Стрелял в лесу, попал по детям Железногорский мужчина ранил двух подростков Сообщение в полицию о том, что кто-то стреляет в зеленой зоне за рынком поступило накануне На месте задержали 37-летнего горожанина Позже он признался, что поругался с женой Взял пневматический пистолет и отправился в лесной массив в центре города выпустить пар Однако уверяет, что когда в гневе палил по сторонам Просто не заметил подростков и попал по ним случайно К счастью, серьезных травм у них нет Взял пистолет, пошел пострелять Вот и все Не заметил В лесу проходящих мимо подростков Ну, соответственно, вроде как кого-то зацепил Непонятно, сейчас зацепил или не зацепил Ну, вроде как что-то типа того Полицейским задержанный рассказал, что купил пневматику якобы для того, чтобы учить детей спортивной стрельбе И оружие, и пули изъяли, возбуждено уголовное дело Мужчине теперь грозит до пяти лет колонии Перекрыть кислород над полигоном Лигнина в Канске Наконец-то начали устанавливать саркофаг Тлеющая гора биохимических отходов Много лет отравляет жизнь людям на окраине города и в окрестных поселках И вот наконец-то появилась надежда, что ядовитой гари скоро не будет Наш корреспондент по востоку края Анастасия Мосина побывала на месте Зеленые холмы и над ними дым Кажется, что все это не очень опасно Но с воздуха картина иная Полигон размером 300 на 300 метров разгорается с новой силой Защитный слой, так называемый саркофаг, которым его накрыли 10 лет назад Размыло талыми водами уже на треть Образовались огромные прогары Их нужно срочно ликвидировать, иначе поле тлеющего Лигнина полностью вскроется А уже сейчас, когда ветер дует в сторону города и поселков Дома окутывает ядовитым дымом Там проезжаешь, елки постоянно Мы хоть не оттунем, мы маленько дальше Ну сразу запах там такой А в город он доедет Запах сильный Ашкаул, Чичивул Сюда тоже несет же Местные говорят, от химического запаха не спрятаться Форточки не открыть ни летом, ни зимой Дожди не помогают Особенно много прогаров с северо-восточной стороны Оттуда даже через речку дым несет на Канск Он всего в 6 километрах Мы рискнули подойти к прогарам поближе Для того, чтобы показать вам, как горит лигнин Посмотрите, слой почвы обрушился И гора буквально тлеет изнутри Визуально не определишь, но это не что иное Как опилки, пропитанные серной кислотой И горят они непрерывно Дышать здесь практически невозможно Чтобы перекрыть доступ кислорода Прогары засыпят толстым слоем золы и глины Саркофаг будут восстанавливать по старой технологии Уже создан запас материалов Начинаются основные работы Деньги выделили из краевого резервного фонда Это 26 миллионов рублей Ну, отсыпать будем по проекту еще 2011 года Это золошлаковая смесь с СГК С нашей ТЭЦ Ну, а потом уже, если на второй этап Закрытие там будет проектный институт Вырабатывать другую, наверное Пока нет решения еще проектного Ну, а сегодня будем отсыпать по старой технологии Мера временная Поэтому параллельно разрабатывают проект Полной ликвидации полигона Но когда исчезнет это токсичное поле Сказать трудно Анастасия Мосин, Александр Шумилин, Енисей, Новости Холодное дыхание осени Синоптики ожидают, что в ближайшие сутки В Красноярске и ближайших районах Температура упадет сразу на 8 градусов При этом обещают кратковременные дожди В субботу будет всего плюс 15 А ночью и вовсе лишь 9 градусов В ночь на воскресенье и того меньше Плюс 6, но днем потеплеет до 17 Оба выходных будут пасмурными Добавлю, под данным синоптиков Аномального тепла в сетибре ждать не стоит В городе будет стоять Классическая осенняя погода Как таковой жаркой погоды Уже не будет наблюдаться Наверное будет больше преобладать Прохладная погода И уже на следующей неделе Ночная температура опустится до плюс 4 градусов А днем до плюс 15 На данный период Температурный фон находится около нормы В течение следующей недели Ожидаются небольшие коротковременные дожди Возможны грозы Похоже, можно выдохнуть Площадь лесных пожаров В крае скрещается прямо на глазах Этому способствует и погода Еще немного, и тайга совсем перестанет гореть В этом году против стекии Применили все возможные средства И как итог У огня было мало шансов Все спокойно, можете посмотреть Можно какую-нибудь камеру вывести Из этой маленькой комнатки Почти весь край виден как на ладони 60 камер лесопожирного центра Охватывают многие районы Достаточно одного взгляда, чтобы понять На этой территории тайга не горит Огня нет даже в Таежном Кежемском районе Камеры фиксируют только туман Видите затруднения Видимость тоже связана с туманом С каким-то, то есть с влагой С погодными явлениями Сейчас лес горит только в Ивенки И там 11 пожаров Но их площадь непрерывно тает Четыре пожара локализованы На текущий момент По одному пожару проводится Активное его дотушивание И в течение ближайших двух суток Он будет ликвидирован Этим летом в тайге развернулись Настоящие боевые действия С пожарами боролись всевозможными способами Впервые за последние годы В тайгу пришли даже взрывники Приготовились, взрыв Взрывами они буквально расчертили Тайгу на квадраты Создав сеть из канав Которые огонь не смог преодолеть С пожарами боролись и с воздуха Пламя тушили 30 бортов В том числе вертолет Ми-8 И самолет-зондировщик Который вызывал дожди В самое сложное время В тайге работали почти полторы тысячи пожарных Для них благодаря национальному проекту «Экология» Закупили современное оборудование и снаряжение А также более 60 единиц спецтехники У нас вообще в тушении пожаров участвовало порядка 200, наверное, да, единиц техники постоянно участвует И вот добрая, наверное, половина, можно сказать, это как раз те транспортные средства для пожаротушения, которые были закуплены вот как раз в рамках этой федеральной программы Благодаря такой массированной атаке на очаги Две трети пожаров не успевали распространиться Более половины тушили за сутки Всего в этом году огонь охватил 460 тысяч гектаров тайги Это немало, но в пять раз меньше, чем в прошлом году Борьба с пожарами еще продолжается, но, скорее всего, последний язык пламени погаснет уже через пару недель Дмитрий Пименов, Алексей Овсянников, Енисей, Новости Их ищут и все надеются, что найдут История с расставленными по Ачинску мощными капканами получила продолжение К делу все же подключилась полиция Как мы уже рассказывали, в этом городе как минимум две бродячих собаки попались в капканы, которые перебили им лапы Местные жители боятся, что таких железных ловушек на улицах много И самое страшное, что наступить на них могут дети Одни уверены, что в Ачинске объявился док-хантер Другие предполагают, что капканы специально ставят на людей Так пытаются бороться с воровством на огородах и в садах Сейчас в этом будут разбираться полицейские По факту жестокого обращения с бездомными собаками, с сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка В любом случае, факт такого жестокого обращения, он не должен оставаться в стороне И всех граждан, кто располагает какими-либо сведениями именно по данному инциденту Незамедлительно звоните в дежурную часть полиции Инфекционный госпиталь и центр кардиологии О новых современных краевых больницах расскажем далее Мы все замечаем, как преобразились города и поселки нашего края С каким удовольствием сегодня жители гуляют по обновленным улицам, паркам, набережным Самое главное, мы сами выбираем те места, которые необходимо нам благоустроить Знаете, меня радует та ситуация, что молодые музыканты и актеры смогут совершенствовать свои навыки в совершенно новых условиях Впервые за 40 лет выделены средства на ремонт и библиотек, школ музыкальных, городских и сельских ДК Здорово, что есть такой проект, как детский спорт Теперь спортивные таланты можно искать на новых дворовых спортивных площадках Площадках ГТО Заниматься спортом сейчас очень удобно Согласитесь, все это реальные дела В любой из 15 моделей детских комнат КМК вашему ребенку будет просторно и комфортно А теперь добавьте к этому отличную цену и выбирайте КМК всегда удобно ФМ Клиник – медицинский центр для детей и взрослых Прием ведут кандидаты наук врачи высшей категории Операции на лорорганах, молочной железе, удалению новообразований кожи Современные методы, в том числе эндоскопические Уже через 2 часа после операции вы сможете отправиться домой Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом Как провести время с пользой для здоровья? Приезжайте в санаторий озера Карачи Грязи, рапа, минеральная и йодобромная вода Воздух, насыщенный ионами Курорт работает в полноценном режиме Для вас и ваших близких Когда же будут скидки? Все еще ждете скидок и распродаж? А в ванно-центре уже сейчас Вся сантехника по ценам производителя Ванноцентр.рф Европейская сантехника по ценам производителя Уже сейчас Внимание! В сети магазинов «Эконом мебель» Акция! При покупке от 40 тысяч Столик в подарок Вся необходимая мебель в одном месте Впечатляющий ассортимент Отличное качество Экономьте на цене, не экономя на качестве Дихлеб продолжает ратовать нас здоровым хлебом Для здоровья йодовый и 0% сахара Проверены ассоциации и несейский стандарт В магазинах и торговых сетях Красноярском Мамы и папы Только в «Красбэйби» на караульной 88 Более 100 моделей колясок для прогулок И для новорожденных малышей Надежные производители Привлекательные цены Которые вам понравятся Телефон 2-500-105 Матросова 18 и авиаторов 5 Осенней коллекции Спешим удивлять Куртки по ценам автовым У нас цены и выбор радуют глаз Варикоз – это прогрессирующее заболевание С опасными осложнениями В виде язв и тромбов Удаление варикоза без разрезов, без наркоза Всего за 40 минут В клинике варикоза нет Всем скидка на лазерную операцию 15% 205-45-01 Товарищ, слушай и запоминай Мебель, доступную каждому На Калинина 43 покупай Весь ассортимент не перечесть Цена минимальна А это нужно учесть Все купи на Калинина 43 Почти ничего не меняется В Крае зарегистрировано 107 новых инфицированных коронавирусом Для сравнения Днем ранее их было 108 А до этого 110 Лидирует Красноярск 35 зараженных В Краснотуранском районе 8 В Ачинске 7 По 6 новых пациентов В Емельяновском районе А также в Шарыпове И в Минусинске Скончались от коронавируса 6 Жителей края Выздоровели и выписаны 78 человек Современных больниц В Крае становится все больше В Ачинске Скоро появится инфекционный госпиталь А в Шарыпове Уже открылся центр кардиологии Как там работают Посмотрел губернатор Александр Ус С врачами Пообщалась и наш корреспондент По западным районам Александра Репьева Построен в рекордно короткие сроки Так губернатор края Оценил темпы возведения Инфекционного госпиталя В Ачинским Здесь 30 койко-мест Но при необходимости Это количество могут увеличить В три раза Решение строительства Приняли весной этого года На встрече главы региона С основателем компании Русал Олегом Дерипаской Госпиталь оснастят Самым современным оборудованием Технологическое оборудование Находится полностью на территории Медицинского центра А медицинское оборудование На данный момент Не поступил только Компьютерный томограф Он в стадии отгрузки Остается закончить Только внутренние отделочные работы Ачинск для госпиталя Выбрали не случайно В этом городе Есть крупные предприятия Необходимо обеспечить Их сотрудников Квалифицированной медпомощью После пандемии Госпиталь перепрофилирует В иммунологический центр Западной зоны Аналогичный госпиталь Строится в Богучанском районе Когда первый раз Сюда приехали Сделали первого больного То я вам скажу Что качество изображения Просто замечательное Современным оборудованием Оснащен и кардиоцентр в Шарыпове Там также побывал Александр Ус В центре 6 реанимационных коек И обычные палаты на 10 мест Здесь проводят операции на сердце Раньше больных возили Санавиацией в Красноярск Сейчас сэкономленное время Дает больше шансов на выздоровление Вообще край отличается Наличием больших краевых Конечно Центров медицинских И по линии Кардиологии вы знаете Онкология Вот первая краевая больница Получила современнейший центр Но наш приоритет сегодня Идти именно на территории На мой взгляд То, что здесь сделано Позволяет Действительно Даже с прицелом на будущее Организовать Такую современную Кардиологическую помощь Как для самого города Так и для близлежащих территорий Кардиоцентр в Шарыпове Рассчитан на проведение Не менее 300 операций в год Он построен в рамках государственно-частного партнерства Помощь пациенты получают бесплатно По ОМС Сейчас здесь работают специалисты из Красноярска Местные сотрудники проходят обучение Такие центры будут открываться повсеместно Здесь есть все необходимые кардиомониторы Все необходимые препараты для оказания помощи Аппарат искусственной вентиляции легких Наркозно-дыхательный аппарат Аппарат для временной эндокардиальной стимуляции Когда у пациента ритм сердца нарушен И сердце слишком простым языком медленно бьется Чтобы навязать ритм пациенту И стабилизировать его В течение следующего года откроется еще центр В Лесосибирске и Минусинске И тогда собственно территория Красноярского края Будет закрыта центрами С возможностью через кожных корональных мешалей Ну, так сказал Александр Викторович Вот в июле открылся центр в Норильске С ними мы тоже постоянно работаем В режиме, что называется, реального времени За полгода здесь сделали почти 150 кардиографий В том числе в экстренных случаях Вот очередной пациент доставлен на скорой Теперь у него гораздо больше шансов на быстрое выздоровление Александра Арепева, Дмитрий Шевцов, Енисей, Новости Из Африки и из Ближнего Востока в Красноярск Сразу 70 иностранных студентов будут учиться в нашей медакадемии Сейчас ребята адаптируются к российской действительности И готовятся к сибирской зиме с иностранцами Познакомилась моя коллега Юлия Чопчиц Здравствуйте Здравствуйте Нам нужны валенки Валенки очень теплые, хорошие для сибирской зимы Больше всего близнецы Ахмед и Мохаммед боятся зимы Они приехали из Египта В декабре там плюс 18 Как бывает холодно здесь, пока не знают Но к морозам готовятся Помогает свыкнуться с новой реальностью руководитель группы Амро Потому что здесь, мы не знаем, какая зима будет, но я не хочу, чтобы они зимой здесь замерзали Это самое важное, чтобы они здесь не заболели зимой Валенки нам понравились Внутри ногам было тепло, даже горячо Они тяжелые, но зато не замерзнем В Красноярск приехали аж 70 человек Из Африки и Ближнего Востока Для нашей медакадемии это небывалый наплыв иностранцев Учиться здесь им выгодно Если в Египте за год придется заплатить 6 тысяч долларов То в Красноярске вдвое меньше Русский, вот единственная проблема Пока это весь словарный запас Ахмеда Но он мечтал стать врачом с детства Для этого на родине много работал и копил деньги Поэтому и жить и разговаривать по-русски ему еще предстоит научиться Когда я впервые увидел этот музей, я сильно удивился Я почувствовал себя будто дома Архитектура музея точь-в-точь как и в музее в Каире Теперь кусочек Египта у меня есть и в Красноярске Красноярские иностранцы недавно Наш город пока им нравится Вместо ожидаемых медведей и снега попали в лето и цивилизацию Даже с девушками успели познакомиться Люди и правда у нас добрые Вот и близнецы Ахмед и Мухаммед с рынка без подарков не ушли О новой зимней экипировке рассказывают родителям Они ведь за детей волнуются Юлия Чопчис, Алексей Гусев, Енисей, новости На Татышеве сделают дополнительные дорожки для пешеходов А в Краевом министерстве транспорта вернулись к идее убрать из автобусов кондукторов Подробнее об этом и не только в блоке коротких новостей На кладбищах Красноярска началась инвентаризация Изучить предстоит все 10 погостов города В общую электронную базу внесут всю подробную информацию о захоронениях Геометки, фотографии, данные с надгробных плит Кроме того, впервые оцифруют и архивные книги Это поможет определить заброшенные и неучтенные могилы, а также свободные площади Чтобы рационально спланировать территорию кладбищ Все работы должны закончить к концу года Планируется, что вся собранная информация будет в открытом доступе Поплывшую на предмостной площади брусчатку начали восстанавливать Оказалось, что плитку уложили над трубой с горячей водой И со временем покрытие стало уходить под землю В августе разрушенную площадку угородили сигнальной лентой И вот теперь начали приводить в порядок Тротуар разобрали, чтобы укрепить место провалов А затем брусчатку вновь уложат Общественный транспорт Красноярска в перспективе может остаться без кондукторов Во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях Уже в следующем году планируют установить валидаторы Такие устройства уже есть в 250 автобусах Они позволяют оплачивать проезд картами В дальнейшем такую бесконтактную систему могут вести и в пригородном транспорте Отмечу, что планы убрать из автобусов кондукторов Впервые появились еще в 2018 году К концу октября на Татышеве появятся новые пешеходные дорожки Их впишут в сеть самых популярных маршрутов острова Это будут как отсыпные дорожки для бега, так и асфальтированные тротуары Также планируются подлатать и старые участки Стоимость работ почти 7 миллионов рублей И они станут частью масштабного проекта По благоустройству западной части Татышева От Октябрьского до Вантового моста Легенда красноярских столбов Знаменитый скалолаз Андроныч, которого многие называют Человеком-пауком Сегодня побывал в студии программы интервью Видеоролики, которые появляются в интернете, сделали его известным на весь мир Туристы из многих стран считают за честь с ним сфотографироваться Как Андронычу удается годами сохранять потрясающую физическую форму Почему он рискует и какие экстремальные шутки любит устраивать на столбах Обо всем этом в программе интервью Сразу после этого выпуска новостей не пропустите Высокие требования, безупречные навыки В Крае проходит чемпионат WorldSkills О молодых профессионалах своего дела расскажем через пару минут Дихлеб продолжает ратовать нас здоровым хлебом Для здоровья йодовый и 0% сахара Проверены ассоциации и несейский стандарт В магазинах и торговых сетях Красноярском При боли в спине и суставах Адрес помощи улица Баграда 132 Диагностика Блокирование боли с использованием ультразвуковой навигации Лечение грыж протрузи без операции Комплекс процедур для здоровья позвоночника от команды профессионалов Прикосновение Форма Содержание Чистота Эмоции Цвет Важно все Сантехника для вашего дома Водолей Встречайте новую осеннюю коллекцию курток Выбор моделей стал еще больше А цены еще выгоднее Матросово 18 и Авиаторов 5 Современная лазерная коррекция зрения Новейшая методика смайл Более точная и менее травматичная только в смайл-центре Красноярска Бесплатная консультация 287-77-33 Товарищ слушай и запоминай Мебель доступную каждому На Калинина 43 покупай Весь ассортимент не перечесть Цена минимальна А это нужно учесть Все купи На Калинина 43 Мы все замечаем Как преобразились города и поселки нашего края С каким удовольствием Сегодня жители гуляют По обновленным улицам, паркам, набережным Самое главное Мы сами выбираем те места Которые необходимо нам благоустроить Знаете, меня радует та ситуация Что молодые музыканты и актеры Смогут совершенствовать свои навыки В совершенно новых условиях Впервые за 40 лет Выделены средства на ремонт и библиотек Школ музыкальных, городских и сельских ДК Здорово, что есть такой проект, как детский спорт Теперь спортивные таланты Можно искать на новых дворовых спортивных площадках Площадках ГТО Заниматься спортом сейчас очень удобно Согласитесь, все это реальные дела Без разговоров и под видеонаблюдением Чемпионат молодых профессионалов WorldSkills В этом году проходит в необычном формате Напомню, это международные соревнования Среди студентов техникума в колледже А также старшеклассников Победителям, по сути, гарантирована путевка в будущее Вот-вот стартует финал Как к нему готовятся наши участники И почему чемпионат для них так важен Расскажет Елена Сенькевич В таком темпе будущему повару Константину Белову предстоит работать 4 часа Потом час отдыха и все по новой На тренировке условия максимально приближены к соревновательным Вокруг никого не должно быть, разговаривать нельзя Эксперты наблюдают по видеокамерам Такие условия из-за пандемии Чемпионат частично перевели в дистанционный формат Конечно, в полном одиночестве работать тяжело Но это не самое сложное, говорит парень Режим теперь жесткий Подъем во столько-то, отбой во столько-то То есть в определенные промежутки времени Я уходил в сон, просыпался, зарядка Приходил на эту площадку, отрабатывал несколько часов, а то и более Чтобы просто добиваться этой цели, которую хочу Это очень тяжело, поварская профессия На ноги особенно Она делает отрицательный результат Ноги затекают, ну и прочее От края участвует 75 человек От 14 до 22 лет будут соревноваться по 60 компетенциям Среди них сварочное и столярное дело Строительство и предпринимательство Есть и совсем новые сети фермерства Интернет-маркетинг, разработка мобильных приложений Выиграть чемпионат непросто В любом случае, это колоссальный опыт Говорят организаторы А победителя, который получит диплом международного образца Будут ждать в самых смелых и масштабных проектах То есть это очень высокие стандарты Стандарты признаны Во всем мире, ну если быть точнее Среди 82 стран Поэтому в любой точке мира Конечно же этот сертификат, этот диплом, он валиден Но важно сказать о том, что эти победители Эти финалисты, они нужны нам здесь В Красноярском крае Семь лет назад край стал одним из первых Участников международного движения WorldSkills И это было верное решение Уверен губернатор Александр Ус Мы стабильно входим в десятку сильнейших регионов России Стандарты соревнований задают высокую планку Помогают готовить востребованные кадры для красноярской экономики Крупных инвестиционных проектов Финал начнется в это воскресенье Пройдет он в пяти городах края Красноярский, Каннский, Сосновоборский, Уярий и Ачинский Со вторника в течение двух недель Дневники соревнований мы будем показывать в программе Утро на Енисеи Так что включайте ваши телевизоры с шести утра Поболеем за наших вместе Елена Сенькевич, Максим Галат, Енисей Новости Поднять паруса В Железногорске на озере прошли открытые чемпионаты И первенство края по яхтингу Этой зрелищной регаты Традиционно закрывают самый жаркий летний сезон В состязаниях участвовали также спортсмены Из Новосибирска, Красноярска, Девногорска и Шарыповского района Соревновались сразу в нескольких классах гоночных яхт Мы очень рады, что в конце концов это произошло Что в конце концов разрешили проводить массовые спортивные мероприятия Единственное, что хорошо, что парус на спорте тесных контактов нет Как во многих других видах спорта Поэтому здесь немножко послабление, я думаю, оправдано Я думаю, что будет все нормально, проблем не будет Когда у нас в море ставят знаки Его могут утащить так, что я его не вижу То есть я еду первое время слепую, пока я его не увижу Который поворотный знак надо огибать А здесь как бы все это в доступности Но акватории хватает для гонок То есть здесь нормальные дистанции выставляются Судьи квалифицированные То есть нет проблем никаких Спортсмены из других регионов Признаются, что приезжают на тренировки и соревнования В наш край несколько раз за сезон На заливе Шумиха и в Железногорске Для любительского и профессионального яхтинга Созданы все условия Чемпионат и первенство тоже всегда организованы На высшем уровне Кстати, это не последняя регата в этом году 12 сентября любители парусного спорта Приглашают поучаствовать в Кубке мэра Железногорска И это пока все сообщения Еще больше информации на нашем сайте Енисей.тв Оставайтесь с нами И до новых встреч в эфире Прогноз погоды в Красноярском крае На субботу 5 сентября В Таруханском районе на юге Таймыра и Фавенкии облачно На части территории пройдут дожди Ночью от плюс 2 до плюс 8 градусов Днем от плюс 7 до плюс 22 В северной группе районов Красноярского края Облачная погода Почти повсеместно ожидаются дожди Ночная температура до плюс 11 градусов Днем до плюс 19 В восточной части региона облачность Дождь на всей территории Ночью до плюс 9 градусов После полудня до плюс 18 В центральных районах Красноярского края Пасмурно и дождливо Ночью до плюс 11 градусов После полудня до плюс 18 В западной группе преобладает облачность Почти повсеместно ожидаются дожди Ночью плюс 5, плюс 9 градусов В светлое время суток до плюс 16 На юге Красноярского края переменная облачность Дождь лишь местами Ночью от плюс 7 до плюс 13 градусов Днем до плюс 18 В Красноярске 5 сентября облачно Синоптики прогнозируют небольшой дождь В темное время суток до плюс 8 градусов Днем до плюс 16 Ветер юго-западный 3 метра в секунду Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин